сэра доброе утро дорогие друзья смотрю на окна катюшки они открыты только что с ней созванивалась она приехала на main базар говорит где этот же отель который мы ей рекомендовали вот я говорю включая видео я тебе покажу куда идти на все заселяется заселяется а мы сегодня едем сейчас саши на пуджу попросили нас сделать пуджу одна девушка договорились с пуджаре саши забыл свои таблетки нам же прописали таблетки от давления как ни странно разные ему одни мне другие говорит принеси таблетки пожалуйста вот тоже кулер видите прямо написано 12 tower cooler мистер кул но этот поменьше мой раза в три побольше если не в четыре но здесь вот такой используют в основном все используют кулеры они кстати очень мало энергии берут вот мы сегодня съездим в офис где мы платим за электричество мы платим не знаю в месяц рупий 400 а когда с кондиционером то пять тысяч люди платят а может и 6 саши договаривается насчет комнаты для кати звонит в отель чтобы подешевле было всеобщий сайрам товарищи вот и вот рд давай цветочки ну ладно а какой все у нас есть дома кокосы сейчас не будем пить и оранжи у нас есть нет 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 я сегодня приготовила себе завтрак шумную кашу с яйцом пашот со стаканом апельсинового сока прямо как аристократ вот циром а что с рукой 90 рупий такие красавчики уже стоят в общем в аджай гискаусе сказали что все комнаты заняты осталась одна за тысячу татя хотела подешевле саши где сейчас позвоню в харе кришна за 800 тебе дадут позвонил харе кришне устроили это что смотрите сколько видов раз два три четыре пять шесть семь видов 70 говорит уже стоят но она начала со ста он такое не любит сезон манго все больше и больше появляется ну и соответственно цена все дешевле айбанин клуб его гулял давай для пуджи надо купить фруктов цветов он уже купил но в основном пуджаре просто моему платим за все эти материалы он сам покупает там надо и мед и масло ги и сахар и молоко тёрт цветы ковосы камфору в общем бедная катюша ехала таком этом жарком жарком вагоне говорит даже за плюс 43 доходила все она уже дали ночью вылет все отлично кокосы и манго еще виноград немножко и красивая женщина пошли такой красивый в azul белый тишот монитор когда вчера мы пили там für месяц я всегда упала текст, что я не упал Он обычно много депозита кладет, чтобы у нас были деньги на балансе. В прошлый раз было 1700. Сейчас еще, говорит, я две сверху положу. Но поскольку вроде я истираю каждый день, да, и кулер у меня 24 часа в сутки жужжит. Но платим за электричество мы очень немного. Поплатили, во всяком случае. Сейчас проверим, сколько мы сейчас платим. Вот этот вот в оранжевых одеждах. Кто он в оранжевых, кто красных баба тут все время сидит. Видимо, люди хотят улучшить карму, тут же ему подают. Всегда тут сидит. А здесь у нас планетарий. ежедневно показывают про вселенную и звезды. Почему мы дорогу перекрыли? Что случилось? Элекшн, да, опять выборы. Что ж такое-то? В следующем месяце элекшн. Он говорит, дорога перекрыта. Интересно. Там дорога-то... А что случилось? Экейн, элекшн? Ну давайте хоть посмотрим, тут какие дома понастроили. Вот это вот наш хозяин, по-моему, выстроил дом. Венкотеш. Венкотеш, да. Саи-Лила-Палас. Ничего здесь раньше, вот здесь вот не было. Строят потихоньку, отстраивают. Вот здесь вот у нас за электричество офис. Офис электричества. Вот этот маленький домик, окошечко. Вот такой вот офис. Пойду, посмотрю. Вот здесь раньше платил. Вот мы платим 2000 в год, например. Уезжаем туда-сюда, приезжаем. Возвращаемся, разгаду проверяем. А там все еще есть деньги на депозите. Хотя, когда мы дома, мы очень активно электричество используем. Баланс. 10 часов 30 минут. Подождать, говорит, надо 15 минут. Все в таких пачках бумаг. Как они там все находят. Саша, говорит, там 40. За бортом 40, говорит, я. 15 минут ждать. Сильно, сильно жарко. Плюс у нас же еще рикши. Электросети. Ну, уже 10.30, в принципе, вся эта государственная офисы уже давно открыта, должны быть. 10.35. 10.35. Еще не пришел там самый главный. Ну, потом, в другом месте, окей. Ну, да, я помню, раньше он там оплатил, в этом окошечке. Ну, вот с 9 до 12.30. Потом, с 2.30 до 4.30. Все хорошо? Да, я помню, что это будет. Угу. Теперь едем в соседнюю деревню, я на Пале. Шива Тэмпл. Вот он храм. Я снимать буду, конечно, но я буду снимать для девочки, которая попросила сделать эту поджу для нее. Я ее не буду выставлять на мой канал YouTube. Тут просто показываю вам. Здесь вот такой у нас есть хороший храм. И сзади тоже. Вот обычно мы там, когда мы пуджи делаем, мы с той стороны. Вот здесь наш Пуджари тоже выстроил храм. Хорошо. Сырой. 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 Ага. Что-то они там готовят. Просат, может быть, рук-то чистят. Здесь вот четровати заканчиваются. Что-то они там. Субтитры делал DimaTorzok Друзья, вот такая вот пуджа прошла Очень-очень-очень длинная Еще даже не закончилась Сейчас еще будет арти Вот там вот час И здесь минут, наверное, сорок И цветочки вот такие Вот нам за ухо положили Чтобы мы концентрировались на шиве Очень хорошая пуджа, да? Хорошая пуджа Можно уже, может быть, туда, в костер In the fire, maybe put flowers We think about Shiva Мы думали о шиве Вот сейчас только арти И мы поедем Путапарцы Обедать I think already one o'clock? Yeah, yeah 12.30 В одиннадцать Пусть же началось Прямо два священника делали One and a half hour And two priests To put jari Very good И мы еще двое У меня даже батарейка села Я почти все снимала для девочки Я сейчас приеду, ей смонтирую И отправлю все это Ну, не меньше часа, короче говоря, я сняла Последние капельки у нас, лаги С молитвой Элекшн Политические выборы Вот ездят с музыкой Где-то там Я думала, что из стороны поедут Спасибо 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 большое Прасад сказали еще в соседнем темпле Домик у мальчишек Немножко Капо-капо Капо-капо Спасибо Спасибо Домик у мальчишек Рядом с этим С темплом Классно Сидят, играют На путше смотрят Нас закрыли Замуровали демоны Вот что крест животворящий делает Давай-ка попробуем Да, действительно Замуровали Пойдем с другой стороны К реке пойдем Саша покричал этого рикшу Подъедет, говорит, к реке Объедь темпл Сайрам Спасибо Спасибо С той стороны, наверное, перекрыто Этими Элекшн Хорошо, да? Река отмелела Река отмелела Вообще такая мелкая стала Олдрай Вообще вся Пересохла Просто не соединяется С той частью реки Она как бы получается Не река, раз она упирается В деревню и все В таком самцепилке Работают, складывают То, что посушили Постирали, посушили Тяжелая работа Каждая штучка 10 рупий Вместе с глажкой Вот у нас какой Красивый темпл Построили тоже Что-то он промахнулся Ой, сколько там Козочек привели На другом берегу На водопой Раскочил мимо Что у нас? Автобус какой-то Заблокировал все Сюда автобусы не ходят У нас не ходили Во всяком случае Но может быть Потому что там Чего-то заблокировали А там Вале-бале Ресторанчик С С знакомым Ресторатором Так сказать Все хорошо Мы помещаемся Дайте нам проехать Пожалуйста А что мы сюда приехали-то И полиция тут Продолжение следует... Продолжение следует... Ага. Ладно. Я, наверное, масаладоса и что-нибудь попить. Так. Тамсап и сода. Сода? Сода, тамсап и масаладоса для меня. А, сейчас, окей. Саша говорит, что Джордж Харрисон из Битлес, он умер от рака в 58 лет и его мечта была, чтобы его пепел привезли в Варанась. Его кремировали в течение 9 часов. Там, где он умер, а пепел развеяли в Варанась. Я тоже так сыну говорю, где бы я ни умерла, там кремируйте и все. В маленьком спичечном коробке, если будет возможность, привезите, развейте где-нибудь над Гангой. Не будет возможности в Финский залив весь пепел развейте. Мне кажется, это очень экологично все-таки сжигать. I think it's good for nature burning dead body. Because a lot of sickness microbes inside. If they put under the ground, сколько миллионов, миллиардов людей умирает. И если каждому, да, давать место под могилу, то не будет уже ни для домов, ни для полей, ни для фермеров места. Вот даже вот сейчас у нас 8 миллиардов умножится на сколько там квадратных метров одна могила. А сейчас вот когда сейчас везде потопы происходят, кладбище размывает и выплывают гробы, они начинают плавать и вообще вот это все равно это куда-то же идет, когда даже если ничего никуда не выплывает, но воды весенние они вот это все вымывают из гробов и течет в реке все болезни гниения, продукты гниения. Самое все-таки мне кажется экологически чистое это кремация. Приятного аппетита! мы с Саши на эту тему говорим когда атма душа покидает тело тело это уже просто как старая одежда уже не важно сколько человек следует за тобой Саши говорит важно кто помнит тебя ху ремен бою и хард и мая да я в огне йоге читала что это как старая одежда у человека потом человек заново рождается но ты как пахарь который посадил поле ты посадил что-то потом ты уходишь то бишь умираешь да атаку но пахарь уходит с поля потом возвращается в другой одежде и начинает собирать урожай и ты возвращаешься уже в другом теле собираешь урожай то что ты посеял в прошлой жизни вот посеял да урожай урожай Это дает счастье. Я показывал, что я один из моих друзей, когда мы с Тали, и один из моих любимых друзей в Западе, он спросил, что ваша любимая. Я сказал, что это мой любимый. Он сказал, как вы едите? Вы хотите закончить первое или в последнее время? Я сказал, что мой любимый. Он сказал, что я в последнее время. Он сказал, что он был другой. Он сказал, что я хотела сначала, потому что потом я была готова. Я сказал, что что я в моих руках, я буду все. Я хочу счастливого в жизни. И я в последнее время, и я так же делал. И Бог мне дали. Я никогда не думал, что я был такой, когда я был 70. Я думал, что я делал много работы, и я делал бизнес, но я никогда не думал, что я был такой спокойный. Многие люди я видел, они даже не ходят. Многие люди, много людей здесь, я не знаю почему, они бегают, они бегают, они бегают, они бегают. Они бегают, Я не знаю, что я делал. Я желаю. что я желаю. Если вы много желания, это разнообразно. Если вы не имеете в виду, это очень нормальная. И Бог помогает вам, чтобы вы помочь. Если мы планируем, мы проживаем, и мы просим, и мы просим, чтобы Бог меня в нормальной, это возможно. Бог помогает. Я желаю. IAN АВТОМАНЕЦ. ẹея-яя-яя. Бог помогает. Не дать учиться, но я хотела. когда мы поговорили о том, чтобы быть мировыми. Поэтому я хочу мировыми друзьями. Я не хочу что-то показывать не много друзьями. Не нужно что-то показывать, не знаю, что я. Не нужно. Это билет. Это любое имейство. Я не хочу жить, с людьми. И даже люди в Индии, я знаю, они приглашают всех окружающих, когда кто-то умер. Они не говорят к всех окружающих, но они хотят показать, сколько людей они умерли. Это разница. Я не нужна. Это очень хорошо. Теперь мы с Вишча и домой. Сода, сода. И в шопу. И в шопу. Да, да. Даже если у вас есть один шоу в доме, то вы имеете в виду? Да. Красивый йога. Ага. Лолита Йога Академия. Прекрасный пример йоги. Ой! Прекрасный пример. Друга мата демпл. Друга мата демпл не упад, Гутта. Друга мата демпл не упад, Гутта. Саид Турьяту. Окей. Друга мата демпл. 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 Спасибо.